Тамара Сёмина – одна из главных красавиц советского кино. Она оказалась не только внешне обаятельным человеком, но и женщиной, которая никогда не откажется от близких людей. Её супруг после инсульта на протяжении 15 лет был парализован, но она не отказалась от него и ухаживала, несмотря на внимание других мужчин. Актриса стала известной благодаря фильму «Воскресенье» и «Вечный зов». В первом она сыграла роль Кати, когда была ещё студенткой, во втором, когда ей было уже за 30. Родилась будущая актриса в октябре 1938 года под Курском в небольшом городе Льгов. Её отец погиб на фронте, после чего девочку её младшего брата усыновил второй муж мамы Пётр Сёмин. В школьные годы Тамара Сёмина мечтала стать учительницей, поэтому поступила в педагогический институт в Калуге, но быстро поняла, что это не её стезия. После этого девушка забрала документы и поехала в Москву, где с первого раза смогла поступить во ВГИК. Именно здесь Тамара знакомится с будущим единственным мужем, сокурсником Владимиром Прокофьевым. Вначале будущая актриса не обратила внимания на молодого человека, он ей ничем не приглянулся. Но всё изменила знаменитая студенческая Целина, куда отправили работать весь курс. Здесь Тамара работала на кухне, а вечерами одна любовалась за закатом на природе. Во время вечерней прогулки здесь её и встретил Владимир. Они начали встречаться, а потом Роман перерос в брак. Причём инициативу проявила сама Тамара. Как-то Владимир взял у неё почитать книгу, а она зашла к нему, чтобы попросить её обратно. Володи дома не было, дверь открыл её отец, от которого Сёмина потребовала вернуть книгу. После этого мужчина посоветовал сыну обратить внимание на бойкую красавицу. Молодожёны долго жили на съёмной квартире, своё жильё получить удалось только через несколько лет. Одно огорчало пару, у них не было детей. После выхода первых фильмов Тамаре Сёминой признавались в любви, в письмах и даже лично. Среди поклонников оказались влиятельные люди, но актриса не реагировала на их предложение. Признания продолжались в девяностые годы, когда актриса уже ушла из кино. А у её супруга случился инсульт, последствия которого оказались тяжёлыми. Из-за этого Тамара Петровна 15 лет ухаживала за супругом. Другие мужчины её не интересовали ни во время его болезни, ни после его ухода в сентябре 2005 года. Смерть супруга Сёмина переживала тяжело. Со временем она вернулась на телеэкраны. Она многое снимается и сегодня. Каждый год на экраны выходит по несколько сериалов с участием актрисы, которой сейчас 82 года. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.